Итак, первое, что человек должен понять в своей жизни, что все вопросы решает поиск веры. Некоторые говорят, Олег Геннадьевич, я не хочу ходить ни в какой храм, я не хочу ни в какую конфессию, там меня к чему-то заставляют, принуждают. Поймите, что развитие себя имеет три стадии, а вы говорите сразу о третьей. Первая стадия — это просто понять, что есть другой смысл жизни. Когда человек начинает осознавать, что есть три слоя жизни вообще в целом. Первый слой — это жизнь в невежестве. Что такое жизнь в невежестве? Когда человек живёт в депрессии, в болезни тяжёлой, не может выкарабкаться, он наркоман или пьяница, или он безработный, мыкается по помойкам, или он живёт в криминальном бизнесе, находится. Это всё жизнь в невежестве. Эта жизнь, она беспросветна по своей природе, она приводит к деградации. Но человек, как попал в колодец и не может выбраться из него, так веды сравнивают. Жизнь в невежестве. Так живут не так много людей, может быть, 10%. Дальше большинство людей живут в страсти. Что такое жизнь в страсти? Человек верит в процветание. Он считает, что если он найдёт хорошую работу, получит хорошее образование, будет здоровым, у него будет хорошая семья, хорошие дети, будет достаточно денег для жизни, он будет счастлив. И люди для того, чтобы достичь всего этого, очень тяжело трудятся, образовываясь и работая. Образовываясь и работая. То есть они очень много сил и времени тратят на это в жизни. Веда объясняет, что жизнь в страсти, она всегда приводит к разочарованию. Всегда. Когда человек ставит свои цели, вот такие цели, всегда результат только один — разочарование. Почему? Потому что такая жизнь, она не разжигает в сердце человека бескорыстия и любви. Она увеличивает жадность, желание достичь своей цели, увеличивает занятость, уменьшает свободное время с каждым годом, увеличивает напряжённость. Человек, ставя вот эти внешние цели, он как бы борется со всем миром. Он входит в состояние вот этой дикой конкуренции. То есть он пытается достичь своих результатов любой ценой, теряет силы, теряет здоровье, теряет отношения. Потому что когда люди заняты трудом, им некогда строить отношения. Теряются отношения. Человек, так как он сильно устает и не умеет отдыхать, потому что цель его гложет, он не может от неё отдохнуть и расслабиться. Материальная цель, она всегда забирает силы. А духовная цель, наоборот, силы даёт. Вот если, допустим, цель думать о Боге, это всегда увеличивает силы и счастье. А если человек думает о домике, чтобы его построить, он всегда в напряжении. Правило жизни таково. Попытайтесь это понять, как люди живут в благости. То есть люди в страсти теряют силы, теряют время, у них сокращается время, портится здоровье, разрушаются отношения. Результат жизни в страсти. Четыре стадии. Первая стадия. Энтузиазм. Кажется, что всё по плечу. Вторая стадия. Напряжение. Человек трудится тяжело, он чувствует, что ему тяжело, он устает. Третья стадия. Усталость. Человеку очень тяжело становится, у него не хватает сил. Четвёртая стадия. Надлом. Или надрыв. Или болезнь. Или депрессия. Разрушение семьи, разрушение бизнеса и так далее. И человек оказывается в такой неожиданной ситуации потерянности. Он чувствует, что он к чему стремился, он это потерял. У него наступает депрессия, потому что цель жизни, она даёт человеку счастье. От неё счастье идёт. Цель жизни разрушена, счастья нет. Всё в организме начинает разрушаться, потому что энергии счастья питается и организм, и грубое тело, и психическое тело, и разум. Всё питается энергией счастья. Нет счастья, нет жизни. Поэтому человек должен понять, как работает система вообще, как надо правильно жить в этом мире. Первое, что нужно понять, ставить надо самую высшую цель. Я хочу почувствовать Бога, почувствовать святость, почувствовать чистоту, почувствовать бескорыстие, желание служить. Я хочу научиться жить не для себя, не для своего достатка, жить для других. Хочу творить добро, хочу сажать деревья, хочу помогать людям, хочу любить, желать всем счастья, прощать, просить прощения. Я хочу так жить. Это моя главная цель. Когда человек так настроен, что дальше происходит? Дальше происходит следующее. Вся его психическая энергия соединяется с Богом, наполняет его, этого человека, и начинает наполнять следующие цели. Человек, который так настроен, у него увеличиваются внутренние возможности жить. У него улучшается характер. Сейчас вот любого работодателя спросить. Тебе нужны люди с хорошим характером? Он скажет, где их найти, давайте мне людей, чтобы они любили трудиться, чтобы они были честными, бескорыстными, чтобы они не тянули деньги, чтобы они хорошо, уважительно относились. Где такие люди, Олег Геннадьевич, покажите мне? Итак, смотрите, когда человек начинает работать над собой, соединяет себя с Богом, первое, что он получает — много счастья в сердце сразу. Жить легче становится не потому, что деньги появляются, а потому, что счастье в сердце приходит сразу. Меняется характер, меняется социальное окружение. Человек, улучшая характер, поднимается по социальной лестнице вверх. У него другое окружение возникает сразу. Он с другими людьми уже строит отношения. Следующее, что происходит. Меняется судьба человека. У него появляется больше психической энергии, больше силы воли, больше работоспособности, улучшается память, улучшается, отрезляется. Он понимает, что ему нужно в жизни, чего не нужно. Он начинает чувствовать опасность. Он чувствует, куда не надо идти, куда надо. Куда не надо ехать, куда надо. Вот женщина написала, съездила в Лондон и вернулась назад. Почему она съездила в Лондон и вернулась назад? Потому что прежде, чем поехать, надо помолиться сначала в месяцочек и в молитве почувствовать, надо туда ехать или нет. Бог все знает. Вы будете точно знать, надо или нет. Мне даже месяц молиться не надо, я просто уже помолился с утра. И эта энергия молитвы, вы спрашиваете, а сразу чувствуя ответ. Понимаете? То есть Бог всё знает в сердце. Но если человек не молится, он в неведении живёт, ему неизвестно, что делать, как жить, у него нет знаний, он не чувствует ничего. Он находится в состоянии страха постоянного. Некоторые думают, что Россия нападёт на Ригу, на Латвию. Я вам точно говорю, что не нападёт. Ну вот железно. Я это чувствую. Может ли напасть вообще? Всё, что угодно в этом мире может быть. Но я вот чувствую, что на Латвию Россия не нападёт. Я это в молитве понял, почувствовал. Поэтому нет беспокоиться в необходимости об этом. Это моё мнение. Но это вас может не убедить. Вам надо самим молиться, чтобы это понять. И таким образом человек должен жить. Он должен в молитве, в отношениях с Богом всё решать, все свои вопросы. Итак, жизнь благости означает, что человек главной целью ставит самосовершенствование, отношение с Богом. Все остальные цели будут решаться сами. Смотрите, если человек заслужил чего-то, Бог это сразу даёт. Приведу пример. Я в молодости пытался рекламировать свои методики. Как я лечу, всем рассказывать. И часто люди приезжали, которых я вдохновлял на лечение. Они лечились, им не помогало, ругались на меня и уезжали. До сих пор в интернет висят некоторые отзывы, там 10, 15, там 20 лет назад. Потом, знаете, до меня дошло, хоть я лекции читал уже в это время, но до меня не доходило. До меня дошло, что не нужно ничего делать искусственно. Вот насколько человек развился, настолько люди его оценивают. Если ты развился как врач, тебе не надо себя рекламировать. Люди сами узнают и приедут. Нет необходимости, понимаете, это точно так же каждый из вас. Если вы развиваетесь до какой-то степени, вы получаете работу. Развиваетесь до какой-то степени, получаете мужа. Развиваетесь до какой-то степени, до нужной. Получаете хорошее общение. Развиваетесь, получаете веру. Есть три стадии. Сначала человек должен просто выбрать путь. Первая стадия — выбор пути. Не хочу жить в страсти, хочу жить в благости. Всё, это ваш выбор. Ваш выбор не в сторону материального развития, а в сторону работы над собой. Больше времени изучать, как правильно жить, слушать лекции, молиться. Каждое свободное время — это выбор. Сначала хочу жить в благости. Первая стадия. Вторая стадия. Человек начинает трудиться в этом направлении. Сначала напитывается, он слушает лекции на первой стадии. Он как губка впитывает, впитывает, впитывает. На это может год уйти. Потом, когда он уже чувствует, что всё, ему это нравится, он начинает с утра вставать рано, меняет питание, меняет режим дня, начинает молитву. Эта вторая стадия означает развитие. Человек начинает развиваться. И третья стадия какая? Третья стадия такая, что человек выбирает веру раз, выбирает себе наставника два, и у него само собой решаются вопросы жизни. Что значит само собой? Человек заслуживает чего-то, он это получает. В этом мире так всё устроено. Заслуживаешь — получи. Не заслуживаешь — никак не получишь. Нужно заслужить. Но люди чаще всего незаслуженно пытаются силой взять что-то в своей жизни. Вот как женщине в силу выйти замуж? Надо очень и очень красиво одеваться, улыбаться, красиво всё делать, красиво. Да, это привлекает, факт. Привлекает. Вопрос кого? Просто если мужчина разумный, он привлекается не внешней красотой женщины, он ищет внутреннюю красоту. И именно разумный мужчина, только разумный мужчина может принести счастье в семейной жизни. А все остальные просто пользуются женщинами и вышвыривают их из своей жизни. Хочешь внешней красоты, получаешь внешнего мужика. Он попользовался, выбросил. Хочешь внутренней красоты, работай над собой. Краситься тоже надо. Женщина должна быть красивой. Это всё надо. Но главное — работа над собой. Каждому человеку для этого, это для каждого человека, это главное. Итак, первое, что нужно решить для себя. Я живу ради счастья или ради служения? Это принципиально разные вещи. Если я хочу счастья, значит, я буду в страсти. Я буду стремиться к зарплате, к дому, к тому, что Бог просто даёт за труд. А я буду это получить, желать всеми своими силами. А это труднодостижимо. Когда люди живут в страсти, их жизнь очень скована. У них нет глубоких отношений друг с другом, у них деловые отношения. Они одинокие все, у них нет дружбы. Эта дружба имеет или эмоциональный характер, люди сходятся просто эмоционально друг с другом. И они дружат, пока есть такая возможность, пока одному из них тяжело не становится, или он меняет направленность жизни. Эта дружба раскалывается. Второй тип дружбы в страсти — это дружим на отдыхе, ездим вместе отдыхать. Или родственная дружба. Мы родственники, поэтому дружим. Это дружба в страсти. Она имеет очень поверхностную природу. Дружба благости основана на единой цели. Люди дружат, потому что они идут в одном направлении. Они глубоко пытаются действовать. У них при этом нет эмоции. Вот у меня есть друзья, с которыми у меня эмоциональная несовместимость. Я бы ни за что с ними не стал дружить, если бы я не занимался духовной практикой. Но так как мы идем одним путем, мы с ними объединяемся одной целью, одной идеей, и мы становимся соратниками, друзьями. У нас очень глубокие отношения. Именно другие люди, не такие, как ты, тебе подскажут то, что ты сам не понимаешь. Обычно люди дружат с такими же, как я. Они ничего не подскажут нового. Но духовная дружба, она выше. Она может с противоположными людьми даже быть, не такими, как ты. Выбрать надо, жить развлекаясь или жить служа. Второе, что нужно понять, чем выше цель, тем больше счастья. И третье, что нужно понять, высшее образование в работе над собой человек получает только внутри какой-то религиозной традиции. Высшее образование означает глубокое знание, как молиться, как служить Богу, как работать над собой, как жить правильно в семье, как кушать, как поститься. Там много-много всего в деталях человек может получить только внутри рамках, в рамках какой-то духовной традиции. Почему? Потому что есть любители математики, а есть профессионалы. Есть Кембридж, а есть просто школа любителей высшей математики. В этой школе там каждый, чего хочет, то и говорит. А есть традиционная наука, есть исследования многих людей, которые объединяются в одну систему. Так и традиции тоже духовные. Только не надо в духовной традиции разделить две вещи. Первая вещь — это закостенелые религиозные лидеры, которые больше склонны к какой-то закостности мышления и антагонизму к этому миру. И есть духовные лидеры, которые всех любят, этот мир любят, и очень интенсивно занимаются духовной практикой. Обычно у них прогрессивные взгляды. Что значит прогрессивные? И они не выглядят как сектанты, эти люди. Они люди общества, люди мира. Понимаете, вот такие люди, надо за ними следовать в духовной жизни. А не за теми, кто как бы отгорожен от всех. И говорят, это туда не ходи, сюда не ходи. Это неправильно. Вот с такими людьми не надо иметь дело. Они вам не помогут. Вот именно из-за таких людей вы думаете, что религия — это страшно. Эти люди всегда на поверхности. Если в любой храм зайдёшь, вас сразу они как пауки оцепляют. Платочек одевать, кто-то делает, а не делает. Туда не ходи, сюда не ходи. Вы думаете, нет, больше не пойду в этот храм. Им просто общения не хватает. Нужно искать возвышенных людей. Означает сердечных, добрых. Религия — это знание для души и высшего счастья. А безбожие — это знание о том, как забыться в этом мире. Посмотрите, большинство людей пытаются забыться. Вот я в самолёте летел сюда, в Ригу. Большинство людей сидело и смотрело фильмы. Это что такое? Почему они смотрят фильмы в этом самолёте? Потому что там тяжело, там трясёт, и надо что-то делать. Одни люди молятся, а другие смотрят фильмы. Или в компьютерные игры играют. Что они хотят в это время? Просто забыться. Просто или спят, или смотрят фильмы. А что там в этих фильмах? Ну, какая-то ерунда, понимаете? Просто развлечение чувств и всё. И толку никакого нет. Ну, что смотрел, что не смотрел. Нет никакого смысла вообще. А впечатления очень глубоко проникают в сердце. И потом мучают. Хочется того же самого в жизни. Зараза, в общем, зараза какая-то. Можно же не обязательно развлекаться. В самолёте. Можно снимать напряжение духовной практикой. Можно молитвой снимать напряжение. У меня разок такая ситуация была. Я часто летаю на самолёте. Я полетел. Ну, обычно на взлёте я начинаю молиться. И пытаться понять, как будет этот полёт протекать. И в один раз, в один полёт я сел, начал молиться и чувствую, что будет трудность. Что будет какая-то опасность во время этого полёта. И я помолился хорошо и почувствовал, что какая-то трудность будет, но опасность миновала. И была такая ситуация, что когда мы садились, был очень резкий и сильный порыв ветра. Это прямо во время самой посадки произошло. И самолёт, он вот так садился, вот так. Раз, два, три, четыре. Вот так вот. Представьте. Если крыло касается земли, всё, сколько человек в салоне, столько крестиков. Шансов выжить нет в момент посадки. И он не коснулся. Там было какое-то расстояние. Вот так дык-дык-дык-дык-дык и сел. Все стюардессы, когда мы выходили, говорили «приятного вам дня». Ну, лицо было бледное, как смерть. «Приятного вам дня». Понимаете? Ясно, что люди перепугались. Молитва спасает жизнь, без всякого сомнения. Опыт моей судьбы. Многократный. Много-много-много всего. Можно книжку целую написать. В Бхагавадгите говорится, «Только тот, кого не беспокоит непрекращающийся поток материальных желаний, может обрести мир и покой, а не тот, кто живёт, чтобы удовлетворять свои желания». И здесь написано, как живёт человек, которого не беспокоит непрекращающийся поток желаний. Есть два направления желания. Желание — это желание счастья. У нас каждую секунду тело нуждается в энергии счастья. Вы знаете об этом или нет? Чтобы каждая клеточка жила в теле, нужна энергия счастья. Нет счастья, сразу там начинаются какие-то проблемы и болезни. Ум — психическое состояние ума. Ум постоянно хочет счастья. Нужно счастье. И счастье приходит или из судьбы, или из разума. Разум — это вектор, направленность, которая приносит счастье. Разум связывается с целью в жизни, и из цели приходит счастье. Если целью является Бог, что самое качественное и высшее счастье человек получает в свою жизнь. И вот смотрите, есть два способа получать счастье. Один способ — это искать его в этом мире. Вот искать. Чувства, направленные наружу. «Хочу мороженое», «хочу замуж», «хочу дом», «хочу деньги», «хочу то», «хочу сё». Вот. Этот человек никогда не будет счастлив. Он будет мучиться всё время. Теперь. Здесь написано в Бхагавадгите, что подобно рекам, впадающим в океан, который всегда полон и вместе с тем безмятежно спокоен, только тот человек, у которого так чувства настроены, может обрести мир и покой. Чувства должны не наружу течь, а подобно рекам, впадающим в океан, они должны идти. Океан — это наше сердце, а реки — это чувства. И когда чувства все текут в сердце, и там получают счастье от Бога, от молитвы, от Бога, от отношений, от любви, вот тогда человек становится полон и безмятежно спокоен, а не тот, у кого чувства направлены вовне. Попытайтесь это понять. Веда говорится, что любая деятельность должна выполняться как моя жертва Господу, иначе она становится причиной страданий в этом мире. Если человек, совершая действие, достиг успеха, то этот успех идет в его гордость. Гордость становится причиной страданий. Допустим, я богатый человек. К чему это приводит к гордости? Гордость означает, нет близких отношений. Я богатый человек. Как ты хочешь строить со мной отношения? Если ты меня уважаешь, я буду с тобой дружить. Не уважаешь, не буду. Друзья все, до свидания. Почему? Потому что я богатый человек. Если ты богатый, можешь со мной дружить. Нет, пошел вон. Жена смотрит в рот. Она уже не может с богатым человеком, как раньше, потому что он богатый, он может с этой жить или с другой. Куча девушек интересуются им. Дети интересуются его деньгами. Смотрит ему в кошелек и думает, когда же папа помрет, когда же мы получим наследство. То есть богатый человек что теряет? Счастье. Получает деньги, теряет счастье. Если он богатый, но при этом духовно развитый, все по-другому. Он остается смиренным при этом. У него больше возможностей в жизни, но он также и смиренен. Означает, у него много друзей, много возможностей, много счастья. Но без Бога невозможно быть богатым и смиренным одновременно. потому что человек себе приписывает заслуги. Он думает, это я результат своих денег. И поэтому все остальные должны передо мной преклоняться. Это опасное мышление, разрушающее жизнь. И это просто пример, который указывает на то, что если человек не трудится для Бога и не Бога считает результатом своей жизни, то он попадает в страдания. Поэтому здесь говорится, выполняй предписанные те обязанности ради удовлетворения Господа, живи по священным писаниям, живи по совести и считай, что ты ради Бога делаешь и Бога за все благодари. Тогда ты будешь всегда свободен от этих страданий, в Агавдгите говорится. Тому, кто не связан в своем сердце со Всевышним, кто не молится, не кланится святости, никогда не сделает свой разум сильным и проницательным, а ум устойчивым, без чего невозможно обрести покой. А как может счастливым стать тот, кто лишен покоя? Это еще один стих, да? Потому что судьба это объем работы. Вот представьте себе, вы заходите на кухню, открываете дверь и закрываете резко. Почему? Потому что там бардак, там все грязно, там все не мыто, все вот так ковырковым. Вы вспоминаете, что у вас было вчера день рождения, пришло 50 человек, они поели там и все это на кухне лежит, а вы с утра забыли об этом, открываете и закрываете дверь назад. Точно так же человек относится к своему сердцу. Он открывает сердце себе во время молитвы и говорит, и назад. Все у меня хорошо, не хочу больше молиться. Сначала да, сначала хорошо. Сначала хорошо. Мы встали рано утром, все хорошо. Пошли на кухню, все хорошо. Там бац! Плохо. Когда человек начинает молиться, все хорошо, но постепенно он начинает приближаться внутрь. Там внутри находятся грехи или судьба. Судьба — это объем работы, это трудности. И когда он доходит, да внутри он... Да? Да, он боится работы. Человек боится душевной работы, боится трудностей. Все, любой человек так боится, любой человек. Я рано утром просыпаюсь, начинаю молиться. Первое чувство возникает каждый день, много лет уже, 20 лет молюсь подряд. Каждый день одно и то же чувство. «Ой, нет, я пошел спать». Ну, чуть-чуть помолился, сначала хорошо, кланя святому человеку, потом бац! Ой, наверное, я пойду спать. Это чувство раньше вызывало какое-то смятение в сердце, а сейчас я на него просто не обращаю внимания. Я думаю, ну, я продолжаю молиться, а ты можешь идти спать своему уму. Да? Надо работать, понимаете? Вот одна девушка ко мне подошла вчера, говорит, Олег Геннадьевич, мы встречаемся с молодым человеком уже 4 года, но я не могу за него выйти замуж, потому что я боюсь. Это естественно для женщины бояться выйти замуж, потому что на женщине лежит ответственность за отношения в личной жизни. Мужчина, он хоть час готов жениться, потому что он, как бы, понимаете, ему хочет наслаждаться женщиной, ему хочется быстрее жениться. А женщина женится, потому что она чувствует, что это, ну, для неё это более серьёзно. Она чувствует, что отношения это серьёзная вещь, ей придётся менять свою жизнь, подстраиваться под этого человека и так далее. Она чувствует опасность, ей тяжело. И она подошла ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, помогите, я не могу выйти замуж уже 4 года. Что значит помощь в данном случае моя, как вы думаете? Моя помощь заключается в том, чтобы прочувствовать эту девушку и сказать ей, всё, выходим замуж. И так как она верит мне, как старшему, она чувствует, что раз так я сказал, значит, всё будет хорошо. И она идёт и выходит замуж. Вот точно так же разум должен действовать с умом в отношении. Разум — это тот, кто связан с Богом. Вы молитесь, ум всегда во всём сомневается. Он говорит, ой, нет, это мне не нравится, я хочу спать. Всё. А разум связан с Богом, он чувствует, что счастье настоящее идёт от отношений с Богом, от духовной жизни. И поэтому он говорит, не спать, а сидеть и молиться уму. И ум так раз... А потом расслабляется, потому что он счастье начинает чувствовать от Бога, и ему счастье нравится от Бога тоже. И он думает, ладно, я согласен, будем молиться. Потом. А сначала всегда спать. Ума один ответ сначала. Но потом он соглашается на духовную жизнь, потому что счастье, когда пошло, всё, он согласен. ум. Ум. В уме находится карма, и поэтому ум всегда боится и всегда ленится. Это его природа так действовать. А разум всегда должен в молитве побеждать ум и радоваться духовной жизни и духовным победам. Есть два способа относиться с умом. у женщины ум очень сильный и склонный наслаждаться. Поэтому для женщины очень важно, чтобы в её духовной жизни было наслаждение. для этого нужно всегда свою жизнь связывать со старшими. Допустим, если вы молитесь, включайте голос наставника, и вам будет очень легко молиться вместе с ним, потому что ум женщины естественным образом подчиняется наставнику. Для женщины легко подчиниться тому, кто старший. То есть в этом подчинении женщине хорошо и легко развиваться в духовной жизни. Женщина всегда должна чувствовать защиту в своей духовной жизни. Поэтому всегда включайте голос старшего и молитесь вместе с ним. Для мужчины важно почувствовать победу в своей духовной жизни. Очень хорошо тоже вместе со старшим молиться, но мужчина должен пытаться сам победить себя всегда. Женщине нужна поддержка, а мужчине нужна победа. Сначала всегда страсть означает сначала нектар, потом яд. Молодые люди сначала в обнимочку ходят, они балдеют вместе какое-то время, а потом мучаются всю жизнь. Сначала нектар, потом яд. Если люди занимаются духовной практикой, сначала яд, потом нектар, потому что они знают, что отношения это серьезная вещь. Они не пытаются наслаждаться друг другом, пытаются строить отношения сначала, построили их, помучились, а потом всю жизнь счастье. Сначала побалдели, а потом всю жизнь страдаем, потому что рассчитывали на одно, получили другое. Это сначала нектар, потом яд. Так и в духовной жизни тоже. Сначала яд, сначала трудно, рано себя вставать, заставлять, все трудно. Но как включился духовную жизнь, все стало легко и хорошо. Рано встаем, молимся, жизнь становится красивой, счастливой, много новых друзей, много хороших отношений, счастья, радость и победы. Пока не сломался, чуть-чуть сломался, опять надо батарейки заряжать, надо слушать старших, наставников, на фестиваль на какой-то съездить, на лекции сходить. Зарядился, опять пошел вперед. Редактор субтитров Корректор А.Егорова